8 часов в столице Казахстана в эфире утренний информационный выпуск в студии Лунара Бекбусинова. Я Растан Балтин, мы начинаем. Ну и начнем с погоды. Метель, туман и гололед ожидается на большей части страны. Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях Казахстана. Непогода ожидается на юге и западе республики. Порывы ветра до 17-22 метров в секунду ждут жители Североказахстанской, Восточно-Казахстанской области и регионе ЖТСУ. В Алматы, по прогнозу синоптиков, будет облачно. Временами осадки преимущественно снег, туман и гололед. В столице сегодня переменная облачность без осадков. 13-15 градусов мороза. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Тем временем улицы Зайсана оказались под угрозой подтопления. Там резко повысилась температура воздуха, что стало причиной интенсивного таяния снега. Вода, прибывающая с гор, залила несколько улиц. Ситуация находится под контролем местных исполнительных органов. В работах по предотвращению угрозы подтопления задействованы десятки специалистов. В данное время обстановка в городе стабильная, сообщает пресс-служба района. Видео с очередным нападением на водителя скорой помощи распространяют казахстанцы в социальных сетях. На этот раз инцидент произошел на одной из АЗС Щущенска. Очевидец сообщил, что водителя скорой помощи избили во время заправки. Бригада скорой помощи торопилась на вызов, а напавший неправильно припарковался и не хотел уступать дорогу. Личность дебошира уже установлена, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области. Начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ранее, 27 января, похожий случай произошел в Караганде. Человек, который избил водителя скорой помощи, арестован. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Именно поэтому страхование профессиональной ответственности и медиков планируют внедрить в Казахстане со следующего года. Согласно Набелли, пациент в случае врачебной ошибки может получить компенсацию от страховой фирмы. Поправку приняли в Мужелесе и направили в Сенат. На эти цели из бюджета предусмотрят порядка 4,5 миллиарда в тенге. Медицинская общественность страны, в свою очередь, признает, что такое нововведение необходимо. Однако призывает не торопиться с принятием предложенного законопроекта, поскольку некоторые его нормы вызывают вопросы. О необходимости защиты прав медицинских работников и повышении престижа профессии впервые заговорили еще два года назад. Президент тогда поручил законодательно закрепить статус врача. После обсуждения чиновники и депутаты предложили ввести денежные награды, усилить социальные привилегии, а также до 8,5 миллионов тенге, увеличить подъемные пособия для тех, кто будет работать на селе. Данные поправки приняли в Мужелесе и направили в Сенат. Я учусь на врача общей практики. Эта специальность на сегодня весьма востребована. Сейчас она в седьмом курсе. После учебы хочу вернуться в свое родное село. Приятно удивлен тем, насколько планируют увеличить подъемные. Для молодых специалистов считаю, что это огромная помощь. Если первая часть документа понятна, то вторая вызвала бурные дискуссии. Особенно страхование профессиональной ответственности медработников. Согласно новелле, пациент в случае врачебной ошибки сможет получить компенсацию от страховой фирмы. Если условно нанесен вред вашему здоровью, то по нынешней системе вы обращаетесь в суд. Проходите множество экспертиз. Это очень сложная процедура для граждан. Надо признать, на практике определенное количество таких проблемных дел решается неформально, когда коллеги сами скидываются и помогают возместить вред. То есть фактически на сегодня медицинский работник выплачивает ущерб со своего кармана. Это финансовая нагрузка на них. Теперь же при наличии страховки ущерб будет оплачивать страховая компания. Чтобы не доводить каждый случай до суда в медицинских организациях, предлагаю создать независимую экспертную комиссию. Если она докажет, что пациенту действительно причинен вред, дело направят в страховую компанию для начисления компенсации. Размер выплаты будет устанавливаться в индивидуальном порядке в зависимости от степени нанесенного здоровью ущерба. Однако сами врачи считают, не все медучреждения смогут найти специалистов, которые бы предоставили обоснованное и квалифицированное заключение по каждому обращению. Разделяют опасения медиков и депутаты Мажелиса. Во время обсуждения этого законопроекта, этих норм у нас на рабочих группах, на заседаниях рабочих группы тоже эти вопросы поднимались. И представители Министерства здравоохранения, они отвечали, что экспертов достаточно. Но на сегодняшний день 590 у нас в республике сертифицированных экспертов. Но, конечно, этого крайне недостаточно. По некоторым специальностям вообще нет экспертов или один эксперт на всю республику. Конечно, как завтра будет проводиться экспертиза. Поэтому Министерство здравоохранения предложило в состав экспертов включить всех врачей, которые имеют определенный стаж работы. Серьезно обеспокоена медицинская общественность страны и тем, что на сегодня все еще нет четкого перечня. Какие случаи застрахованы, а какие нет. Само определение. Случай, он будет являться страховым, не будет. Как определить, какие случаи относятся к страховым, когда будут выплаты идти пациенту. Такого опыта, разбора ошибок у нас нет. С 2025 года предполагается, что частично будет медицинская организация сама, и медицинские работники тоже должны будут выплачивать эту сумму. В данный момент, допустим, финансирование медицинских организаций, но об этом уже много говорят, но есть определенные проблемы. Кроме того, и заработная плата у наших специалистов небольшая. Насколько это будет подъемно? Не вызовет ли наоборот этот отток? Как пояснили депутаты Мажелиса, сами медработники платить за страховые взносы не будут. Эти деньги заложат в тариф на медицинские услуги. Тем не менее, следовало бы сначала опробировать этот механизм, и только после внедрять массово, считают отечественные врачи. Ответили парламентарии на вопрос, какие случаи страховать будут, а какие нет. Для выплат пострадавшим пациентам из бюджета предусмотрят порядка 4,5 миллиардов тенге. Конечно же, и врачи, и медицинская общественность, и члены рабочей группы, они предлагали Министерству здравоохранения апробировать какие-то пилотные проекты. Но было решено, что начнем работать. Если когда увидим недостатки, то можно будет потом вносить поправки. По страхованию профессиональной ответственности медицинских работников будет производиться путем определения страхового случая. Страховой случай – это факт причинения вреда жизни и здоровью пациента. Медицинские инциденты не являются страховыми случаями. Закон начнет действовать через 6 месяцев после подписания. Предстоящая реформа требует серьезной подготовки со стороны Минздрава, считают депутаты. Временная отсрочка необходима для того, чтобы профильное ведомство могло должным образом подготовиться ко всем изменениям, включая установление правил, экспертиз и создание соответствующих служб и реестров. Алишер Накипов, Арман Ахшабаев, 24КИЗ. А вот малоинвазивную органосохраняющую операцию при новообразовании почек впервые провели в области Улутау на базе медицинского центра Жизказгана. В состав операционной бригады вошли специалисты медучреждения и хирург-онкоуролог Национального научного онкологического центра Астаны Талгат Курманов. Ранее сотрудники онкоцентра приезжали в регион лишь проконсультировать пациентов и участвовать в семинарах для врачей. Проведенная операция позволила поделиться с коллегами накопленным практическим опытом. В области есть онкологическое отделение при многопрофильной больнице, но операции там пока не проводят. Пациентов направляют в медучреждения Астаны и Караганды. Малоинвазивный метод позволяет через небольшие проколы с помощью специального оборудования удалить опухоль. Такая технология успешно используется в Казахстане уже 5 лет. При лечении новообразования большое значение имеет, на какой стадии находится заболевание. Гражданам необходимо вовремя проходить скрининг. Это очень важно для сохранения здоровья и жизни. Что же касается операции, то она прошла успешно. Я специально приехал, чтобы провести ее и вместе со своими коллегами из медцентра разобрать все нюансы процесса. В области Олутау на учете состоит 13 пациентов с раком почек. Профессор Курманов показал нашим специалистам, какие технологии применяют сегодня при лечении новообразований. В дальнейшем планируем продолжить работу по повышению квалификации врачей нашего региона, организовывать семинары, тренинги. А в Акмолинской области не хватает специалистов технических профессий. В регионе высокий спрос на инженеров, механиков, водителей и операторов. Из-за дефицита кадров некоторые предприятия даже вынуждены сбавить темпы производства. Проблему изучали наши корреспонденты. Давайте узнаем, что там происходит. Крупнейший цементный завод в регионе расположен в районе Бержан-Сал. Его производственная мощность составляет 2 миллиона тонн в год. При этом сейчас на предприятии выпускают в 5 раз меньше продукции. Хоть на заводе трудится 500 человек, этого все же недостаточно, чтобы использовать весь его потенциал. Не хватает специалистов с навыками управления автоматизированными системами. У нас каждым годом падает производительность. Главная причина – нехватка квалифицированных кадров. На сегодняшний день у нас имеется 200 вакансий. Нам нужны водители, экскаваторщики, бульдозеристы, операторы и монтеры. Выходцам из других регионов страны на заводе предоставляют общежития. Но это все равно не спасает ситуацию. Предприятие обратилось в управление занятости с просьбой помочь с подготовкой специалистов. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства на краткосрочное профессиональное обучение было направлено 485 человек, в том числе 428 – это по запросу работодателя, и 57 человек на рабочем месте. Количество завершивших обучения у нас 442. Из них трудоустроено 412 человек или 93,2%. На этих целей из бюджета было выделено 136,8 миллионов тенге. В этом году наиболее востребованным профессиям обучат больше 500 безработных, в основном в технической сфере. Но, по словам специалистов, для решения проблемы необходимы комплексные меры, в том числе ранее профессиональная ориентация молодежи. Сейчас в 20 колледжах региона по техническим специальностям обучаются более 7 тысяч студентов. Ежегодно порядка двух тысяч получают дипломы. Но не все идут работать по специальности. Чтобы восполнить дефицит, местные власти обещают увеличить госзаказ на подготовку квалифицированных рабочих. Тамара Степанова, Абзал Болтабаев, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24КИЗ. 570 тысяч казахстанцев имеют долги по налоговым обязательствам перед государством. В общей сложности они задолжали бюджету 16,5 миллиардов тенге. А какие виды платежей игнорируют жители страны, и в каких регионах числится большее количество неплательщиков в рубрике «Первая цифра». Прямо сейчас с нами в студии уже наша коллега Айсло Махмутова. Доброе утро. Айсло, расскажите, какие жители продолжают уклоняться от налогов? Нам интересно. Доброе утро, коллеги. Да, жители страны продолжают уклоняться от налогов на имущество и транспорт. Причем львиная доля должников – это именно автовладельцы. Общая сумма задолженности по налогу на транспорт составляет более 15 миллиардов тенге. Подробности далее. В Алматы 27 тысяч человек с общей суммой долга в 3,5 миллиарда тенге. Чуть меньшее количество казахстанцев, игнорирующих налоговые обязательства, зарегистрированные в Алматинской области и Астане. Что касается налога на имущество, то тут с платежами в бюджет не спешат 380 тысяч физических лиц. Общая сумма долга составляет 1,5 миллиарда тенге. Основное количество неплательщиков проживает в Шемкенте, Павлодарской и Туркестанской областях. А вот самая большая сумма задолженности приходится на Алматы и Астану. Если же говорить о добросовестных жителях страны, то по итогам прошлого года они пополнили государственную казну на 95 миллиардов тенге. Хотелось бы обратить внимание наших государственных органов, организаций, которые контролируют и регулируют деятельность банков второго уровня и различных микрокредитных организаций, чтобы кредиты выдавались именно на определенные целевые потребности, такие как жилье, болезнь и так далее. Поскольку мы знаем, что это не секрет для нашего общества, что сегодня без указания цели можно получить кредит от 5 миллионов до 10. Как раз-таки в рамках таких спонт-производств больше всего накладывается арестов. Человек, физлицо получив свой кредит, не думает о том, как его возвращать, поскольку часто бывает ни имущества нету, ни официальной работы нету, и кредит после этого не оплачивается, и это уже обращается в исполненный документ. Уклонение от уплаты налогов, коммунальных платежей и кредитов лечет за собой ряд карательных мер. В отношении должников вводят запрет на выезд из страны, арестовывают имущество и счета. К примеру, по итогам прошлого года количество арестованных счетов физических лиц составило 38,5 миллионов, что в разы больше по сравнению с показателями прошлых лет. По словам специалистов, динамика роста чревата серьезными последствиями. Казахстанцы с клеймом должника зачастую остаются без работы, финансовые трудности негативно сказываются на отношениях в семье. Отсюда разводы и даже суициды. Необходимо бороться не с последствиями, а причиной сложившихся обстоятельств, считают специалисты. 76 миллиардов, например, поступило только налог на транспортные средства. Обычно пенсионеры оплачивают практически сразу. И средний возраст тоже практически сразу. У нас, наверное, задолженность больше относится к лицам работоспособного возраста. Потому что, наверное, просто люди заняты, забывают. Все мы, во-первых, граждане Казахстана. Если мы хотим, чтобы наше государство развивалось динамично, чтобы наши дети ходили в красивые школы, чтобы мы обслуживались в хороших больницах, то каждому надо платить налоги. Специалисты отмечают важность повышения финансовой грамотности населения, чтобы перед тем, как падать в долговую яму, люди думали о последствиях, ставили рационализм выше сиюминутной радости от дорогостоящей покупки. Именно потребительские кредиты составляют сегодня львиную долю всех займов. Всего же в прошлом году банки второго уровня выдали казахстанцам почти 28 триллионов тенге. И здесь, коллеги, стоит отметить, что женщины берут рассрочки больше мужчин. Что вы думаете по этому поводу? Я знаю даже ответ, из-за чего это происходит, потому что мы идем шопиться и забываем обо всем. Арсен, как у вас с этим? А я думаю, что это мужчины уговаривают женщин брать на себя рассрочки или кредиты, потому что у многих мужчин они уже счета заблокированы. Вот это да, вот это новость. Спасибо, Айслу, нам есть над чем подумать. Это была наша коллега Айслу Махмутова в рубрике «Первая цифра». Мы продолжаем. Продолжение следует... замдиректора детского дома, причастного к преступлению на почве педофилии. Первая в истории страны женщина президент выразила готовность покинуть пост и признала свои действия ошибочными. Ну а сейчас в Финляндию победу. Во втором туре президентских выборов в стране одержал бывший премьер-министр Александр Ступ, политик. С большим отрывом обогнал своего соперника, Пека Хависта. После подсчета почти 100% бюллетеней Ступ лидировал с более чем 52% голосов. Хависта набрал почти 49%. Всего в выборной кампании принимали участие 9 кандидатов. Отмечу явка. Во втором туре президентских выборов стало для Финляндии исторически низкой. На избирательные участки пришли 70% граждан. Тем временем в мире растет число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия. Причина тому вооруженные конфликты и последствия климатического кризиса. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в настоящее время от острого голода страдают свыше 258 миллионов человек в 58 странах. Среди них жители Ближнего Востока и Судана. Политическая ситуация там привела к разрушению экономики и росту числа беженцев. В помощи также нуждаются жители так называемого сухого коридора Центральной Америки. Там проживают около 10 миллионов человек. Регион более десятки лет страдает от затяжной засухи. Ну а в секторе газа тем временем обострится, вернее обостряется гуманитарный кризис. По данным ООН, больше 300 тысяч человек на севере Анклава страдают от острого недоедания. В прошлом месяце в регион не пропустили больше 60% гуманитарной помощи. Израильские военные все чаще отказывают конвоем въезжать на территорию газа, сообщают эксперты. На фоне нехватки продовольствия жители едят корм для животных и рис. Однако эти запасы тоже на исходе. Между тем, всего с октября в результате израильских ударов в Анклаве погибли свыше 28 тысяч палестинцев. Еще 68 тысяч пострадали. Боевые действия унесли жизни почти 1400 израильтян. А вот на целый метр поднимается уровень воды в Атлантическом океане. В ближайшие 100 лет он поднимется. Это прогноз американских ученых. Виной тому нестабильная циркуляция океанических вод. По словам исследователей, быстрое таяние ледников нарушает баланс температуры воды и содержания соли, которые определяют силу течения. Какое развитие событий может привести к внезапному климатическому коллапсу, которому человечество пока не готово, сообщают ученые. Это серьезные нарушения в экосистеме, частые природные катаклизмы и колебания температуры воздуха. Только уже с десятикратной силой. Примерно 50 миллионов тонн электроники в мире ежегодно становятся непригодными. И только 20% идут на переработку. Большая часть просто отправляется на полигон. К 2050 году объем электронных отходов может утроиться и составить 120 миллионов тонн. К нам присоединяется наша коллега Сандугаш Байгуаныш. Сандугаш, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какие страны больше всего засоряют нашу планету старыми гаджетами? Приветствую коллеги. Около половины всех электронных отходов в мире производят страны Азии. Наибольшая доля приходится на Китай. В прошлом году там на мусорных полигонах оказались почти 10 миллионов тонн устройств. Неправильная утилизация усиливает изменение климата, говорят эксперты. Каким образом страны борются с этой проблемой, расскажу в обзоре. В Великобритании действует закон о праве на ремонт. Его вели для борьбы с отходами от такой техники, как телевизоры, посудомоечные машины и холодильники. Согласно документу, после продажи товара компании должны предоставлять запчасти потребителям на срок до 10 лет. Тем не менее, закон не распространяется на мобильные телефоны и ноутбуки. Обычный планшет – это склад опасных материалов – свинца, цинка и ртути. Находясь на свалке, выделяемые токсины и химические вещества отравляют воздух, грунтовые почвы, а также организм человека. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, электронные отходы повышают риск развития респираторных заболеваний, онкологии, а также могут стать причиной нарушения работы легких и щитовидной железы. В районе свалки, недалеко от столицы Ганы, ребенок, съев только одно яйцо, получает в 220 раз больше предельной суточной дозы хлорированных диоксидов. Причина тому – ненадлежащее обращение с электронными отходами. Если мы не будем действовать сейчас, то в предстоящие годы это будет оказывать губительное воздействие на здоровье детей и ляжет тяжелым бременем на сектор здравоохранения. Вместе с тем, компоненты электроники задержат в себе и ценные металлы – медь, серебро и золото. Пока большая часть из них отправляется на свалки или сжигается, это означает, что выбрасывается в торсырье, которое можно было бы извлечь и вновь пустить в производство. Эксперты оценивают потери от непереработки в 57 миллиардов долларов. Коллеги, согласитесь, что самое простое, что может сделать человек с мусором – это просто начать его сортировать. Расскажите, как вы избавляетесь от старой непригодной электроники? Я начала анализировать, когда ты озвучила информацию, что на душу человека приходится примерно 7 килограммов электроники. Я вот сейчас пойду домой и посчитаю, действительно, сколько у нас дома техники, гаджетов и сколько из них вообще в нерабочем состоянии, что можно с ними сделать в Казахстане. А я стараюсь ее сжигать. У меня есть возможность печь и туда все ненужное, которое можно выкидывать. Я привезу вам свои гаджеты, которые уже не работают. И стопим печь? Я предлагаю все-таки отправлять их на запчасти, и так мы можем снизить количество выбросов СО2. Спасибо. Спасибо. Это была Сандугаш Байгуаныш со своим контуром мира. Вы смотрите утренний информационный выпуск. С вами Лунара Бегусинова и Арстан Балтин. Мы продолжаем. Строительство автострада от Рау-Астрахань завершат в этом году. Общая протяженность новой трассы составляет 2277 километров. Из-за удорожания материалов проект затянулся на 5 лет. А в прошлом году основную часть дороги сдали в эксплуатацию частично. Работы возобновят в марте, пока строители запасаются щебнем. Наши корреспонденты познакомились и ознакомились с подготовленными работами. Давайте узнаем. Затянувшуюся модернизацию автодороги от Рау-Астрахань глава государства поручил завершить до конца года. Строительство началось 5 лет назад. Сроки не уложились из-за удорожания инертных материалов и нехватки грузовых вагонов для перевозки щебня. Теперь дорожники решили запастись им зимой. Для строительства необходимо полтора миллиона тонн щебня. Пока доставили только 90 тысяч тонн. В марте строительные работы возобновятся на всех участках. Предстоит укладка верхнего слоя асфальта, маркировка подъездных дорог, благоустройство. В проекте сделали корректировку с учетом повышения цен на материалы. В этом году планируем сдать все объекты. Строительством занимаются 4 подрядчика. Один из них – отечественная компания. Остальные – совместные предприятия с участием Италии, Турции, Азербайджана. По международной классификации дорога будет второй категорией. Однако это вызывает много вопросов у местных депутатов. Если бы построили трассу первой категории, как планировалось изначально, она была бы четырехполосной. Такая дорога более безопасна. И она имеет высокую пропускную способность. А чтобы окупить затраты на строительство, можно запустить платные полосы. К тому же это обеспечило бы финансовое поступление в бюджет страны. Глава государства раскритиковал практику привлечения к строительству дорог иностранных компаний. Но, по словам специалистов, у отечественных дорожников пока нет потенциала для реализации крупных проектов. Есть определенные требования к материально-техническому оснащению и финансовой устойчивости подрядчиков. Их оценивают финансовые институты. К сожалению, большинство отечественных компаний не соответствует заданным критериям. В этом и причина, почему в тендерах побеждают иностранцы. Автодорога Атрау-Астрахань является важной частью международного коридора с выходом в Россию и Туркменистан. По сути, по ней проезжают 6,5 тысяч автомобилей. В основном грузовые. По прогнозам специалистов, с завершением строительства транспортный поток может увеличиться в 1,5-2 раза. Рауль Габитов, Арстанбек Кенжи, Амантарь Матенов, Атрау-24КЗ. Продолжаем говорить про Атраускую область. Только что мы увидели информацию и ознакомились с информацией по автостраде в этой области. А сейчас про браконьерство немного. Браконьерство препятствует развитию рыбной отрасли на Каспии, считают эксперты. Только в прошлом году в Атрауской области зарегистрировали около 3,5 тысяч случаев незаконного рыболовства. Возбуждено 36 уголовных дел. В прошлом году в Урала-Каспийском бассейне незаконно выловили более 76 тонн рыбы. Из них примерно полторы тысячи килограммов пришлось на ценную осетровую породу. Браконьеры не прекращают незаконный вылов ценных морских видов все 4 сезона. В следственные органы направлено 15 уголовных материалов по браконьерству. Нарушителей оштрафовали почти на 36,5 миллионов тенге. Также более 11 миллионов тенге выписано на возмещение ущерба, причиненного рыбным ресурсом. Сегодня на рынке наблюдается высокий спрос на леща и щуку. Теперь эти виды рыбы запрещено продавать в необработанном виде. Прошлогодний лимит на их вылов в течение 6 месяцев сохранится и в этом году. По словам специалистов, это большой вклад и помощь в развитии рыбной промышленности. Министерство провело анализ экономической эффективности введенных ограничений. Он показал положительную динамику по объеме производства готовой рыбной продукции и количеству рабочих мест. В министерстве обсуждается введение количественного ограничения на экспорт наиболее ценных в коммерческом и гастрономическом отношении видов рыбы в необработанном виде. Для того, чтобы превратить экспорт рыбы в основной источник дохода от Иральской области, есть немало возможностей, говорят специалисты. Россия, Украина, Польша, Германия, Астрия, Словакия, Израиль тесно сотрудничают с рыбоперерывающими предприятиями региона. В прошлом году здесь было выловлено около 12 тысяч тонн рыбы, более половины из которых было отправлено на экспорт. Рыбу экспортируют в замороженном и охлажденном виде. Кроме того, на экспорт идут рыбная икра, щучья икра, щучье мясо. Почти 5 тысяч тонн было реализовано в Казахстане, в городах Атрау, Астана, Алматы, Ахтубе, Уральский, Шумкент. В последнее время наши предприниматели в основном занимаются промысловым рыбоводством. Сейчас количество рыбоперерабатывающих предприятий региона увеличивается. 13 компаний экспортируют свою продукцию за границу. В рамках программы развития рыбного хозяйства региона на 2021-2030 годы планируется увеличить объемы товарной рыбы до 15 тысяч тонн. Рост в подростковой преступности зафиксировали в Казалардинской области. За последний год этот показатель вырос почти в 5 раз. В числе самых беспокойных районов областного центра новостройки Левобережья. Уставшие от хулиганов жители даже просят открыть здесь опорные пункты полиции. В проблеме разбиралась моя коллега Райхан Тажибаева. Левобережье Казаларды. 80 многоэтажек и десятки строящихся объектов. Развитая инфраструктура, комфортные дома и уютные дворы. Только вот с наступлением темноты атмосфера здесь резко меняется. Постоянные драки не дают покоя местным жителям. Очень много хулиганов среди подростков. Особенно летом становится невозможно из-за них жить. Мальчишки делают, что хотят. Выламывают двери, бьют окна, портят домофоны. Микрорайон густонаселенный. Поэтому здесь необходимы опорные пункты полиции. В новом микрорайоне живет 18 тысяч человек. В прошлом году здесь зарегистрировали 22 серьезных преступления и 260 мелких правонарушений. Львиная доля последних приходится на кражи, совершенные подростками. Четыре участковых и два ювенальных инспектора полиции, закрепленных за этой территорией, с нагрузкой явно не справляются. Мы предложили увеличить штатные единицы. Вопрос уже решается. В целях обеспечения общественного порядка в микрорайонах Ливобережья установят камеры наружного видеонаблюдения. Их планируют приобрести в этом году за счет местного бюджета. Кроме того, городское управление полиции намерено усилить патрулирование проблем на территории. К охране общественного порядка, помимо мобильных экипажей, привлекут военнослужащих нацгвардии. Райхан Тажбаева, Аханалиев, Казларда, 24КЗ. Казахстанские боксеры завершили свое выступление на международном турнире «Странжа» в Софии, который также известен как «Малый чемпионат мира». В медальном зачете сборная Казахстана заняла пятое место. Далее эфир продолжит Алишер Накипов с новостями спорта. Итак, Алишер, кто стал лидером медального зачета? Доброе утро, Алишер. Доброе утро. Лидерами стали наши соседи. Узбекистан выиграл 5 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. На втором месте Индия замыкает тройку лучших Болгария. Кто отличился в составе сборной Казахстана и смог принести медали, расскажу далее. Сборная Казахстана по боксу. Сборная Кот-де-Вуара в третий раз выиграла Кубок Африки. Ранее вуарийцам это удавалось в 1992 и в 2015 годах в решающем матче турнира коллектив обыграл команду Нигерии со счетом 2-1. Примечательно, что по ходу первенства сборная Кот-де-Вуара уволила главного тренера Жана Луи Гассе и его помощника из-за плохих результатов на домашнем Кубке Африканских наций. Континентальное первенство проходило на шести стадионах в пяти городах с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Коллеги, это все материалы, которые мы успели подготовить к этому часу. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Алишер, хотел спросить. В этом году, как думаешь, Елене Рыбакиной удастся добиться строчки номер один в мире? Как и любой профессиональный спортсмен, я считаю, что она стремится к тому, чтобы стать лучше. На данный момент от первой ракетки мира из Польши ее разделяет более трех тысяч рейтинговых очков. И для того, чтобы обогнать Игу Швентак, ей необходимо побеждать на турнирах-тысячниках и турнирах Большого шлема. Желаем ей удачи. Спасибо. Алишер Накипов был с нами этим утром. А вот представителей различных этносов, свободно владеющих государственным языком, в стране становятся все больше. Они не только в совершенстве знают казахский язык и обычаи, но и активно популяризируют национальные ценности. В прошлом году курсы по обучению госязыка прошли свыше трех с половиной тысяч акмолинцев. Подробности расскажет наш корреспондент Аслан Абуталипов. Студентка Милана Тарасова удивляет своим безупречным знанием казахского языка. Родившаяся и выросшая в ауле девушка в совершенстве знает культуру и традиции казахского народа. Распространение и продвижение государственного языка она считает своим святым долгом. Сейчас будущий учитель казахского языка и литературы проводит занятия в одном из разговорных клубов. У нас есть разговорный клуб. Там есть четыре группы, где занимаются как дети, так и взрослые. Большое внимание уделяем разговорам и преодолению психологических барьеров. Все задания и программу обучения я составляю сама. В первую очередь мы учим слова, затем переходим к словосочетаниям и грамматике. Уже заметны успехи наших слушателей. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Алена Малькова-Соловова в прошлом защищала честь страны на мировых аренах. Сейчас она наряду с биологией преподает казахский язык в одном из кухшитауских колледжей. Вместе с этим она учит государственному языку всех желающих в бесплатном разговорном клубе Суэле. По ее мнению, каждый, кто считает себя патриотом, должен знать казахский язык. Тем более государством ежегодно уделяется огромное внимание для развития государственного языка. Создаются различные бесплатные сайты, курсы, кружки по изучению государственного языка. Просто нужно не лениться, а записываться на курсы, участвовать в данных проектах по изучению государственного языка. И знание государственного языка – это веление времени. Человек, знающий государственный язык, а также другие иностранные языки, для него открывается, так скажем, дорога в будущее. Ольга Мурзагильдинова свыше 40 лет преподавала казахский язык в школе. Вместе с этим она учила детей обычаям и традициям казахского народа, организовывала конкурсы на их знания. В какое-то время педагог даже писала стихи о родине на казахском. Одно из главных ее достижений – разработка авторской методики обучения и учебных пособий по изучению государственного языка. Мы ведь живем на благодатной казахской земле. Здесь мы родились, выросли, получили знания и воспитание. Поэтому мы должны знать казахский язык. Я, будучи молодой девушкой, освоила его. Вместе с этим прекрасно знаю обычаи и традиции этого народа. Но это не потому, что я попала невесткой в казахскую семью, а потому, что каждый уважающий себя человек обязан знать язык и культуру того места, где он живет. За последние годы нам удалось открыть несколько разговорных клубов. Это для удобства желающих изучить казахский язык. В них применяются новые методы обучения, создаются диалоговые площадки и ведутся беседы. В наших учебно-методических центрах изучают как грамматику, так и разговорную речь. Только в прошлом году полторы тысячи слушателей успешно сдали КАСТ-тест и получили сертификаты, подтверждающие знания государственного языка. Сейчас в области есть свыше 20 центров по изучению государственного языка. В них ежегодно курсы обучения проходят порядка трех с половиной тысяч человек. Вместе с этим при общественных организациях действуют разговорные клубы и кабинеты изучения казахского языка. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Виктор Полянный, Кокшетау, 24КЗ. Новые правила выпуска литературных изданий вводит Министерство культуры и информации. Об этом на своей странице в фейсбук рассказала Аида Балаева. Перед выходом в свет книги пройдут несколько этапов экспертизы. Таким образом, на прилавки магазинов попадут только лучшие. Заявки от авторов будут принимать дважды в год и рассматривать в течение 10 дней. Еще 15 дней их обсудят на общественных слушаниях и столько же на независимой комиссии. Последний орган подведет итог в течение двух месяцев. Окончательное решение о выпуске книги примут с учетом социсследований, статистики продаж и рейтинга изданий. Если раньше авторы за труд получали гонорар, то отныне для них предусмотрят грант в среднем до 4 миллионов тенге. При успехе книги расходы на следующее издание возьмет на себя государство. Неожиданный формат и захватывающая хореография ждали зрителей в минувшие выходные на концерте ансамбля «Гульдер». Это и микс танцев народов мира, и батл, бальных и уличных танцоров. А в середине вечера останчане и гости столицы сами стали частью концертной программы, выступив с профессиональными артистами на одной сцене. По словам организаторов, идея концерта под названием «Экспириенс» — это погружение зрителей в мир смелых творческих решений. В организации концерта приняли участие известные музыканты, пианисты и композиторы. История ансамбля «Гульдер» берет начало еще 60-х годов прошлого века и, продолжая традиции, коллектив воплощает в жизнь современные оригинальные идеи. Наш концерт называется «Экспириенс». Это какие-то новые для нас открытия, можно сказать, исследования для нас самих же, чтобы мы с каждым концертом становились на уровень выше. У нас есть и казахские, народные, также есть нео-классика, современные. Также у нас есть очень необычный номер, где я и мой коллега Нурсуле Тамре были хореографами. Этот номер проводится как батл между двумя разными стилями — это самбо и уличная хореография вакинг. Ну а мы переходим к новостям культуры. Сразу Лунара хотела тебя спросить, когда в последний раз была в цирке? Хороший вопрос. Мы стараемся не пропускать все культурные события в столице. В цирке мы были недавно с детьми, и детям, конечно же, понравилось выступление клоунов, а мне немного другое. В целом атмосфера из детства. А, к слову, недавно наша коллега Наргиза Токижанова тоже побывала в цирке, потому что с гастролями приехал известный цирк. И прямо сейчас мы постараемся подключиться, узнать, что же там было интересно. Наргиза, доброе утро! Расскажите, с какой программы приехали артисты? Доброе утро! Доброе утро, коллеги! Шоу действительно очень интересное. Это цирк на воде. Об этом подробнее расскажу в сюжете, а пока обо всем по порядку. Больше 50 живописных работ вошли в экспозицию художника Аскара Нурболата. Она представлена в Музее искусств имени Костеева. Картины написаны на разные темы. Это и природа, и домашний очаг, а также традиции и ценности. Произведения отражают уникальное сочетание фигуративной живописи и импрессионизма. Для самого автора характерны эксперименты, стремясь усилить интенсивность цвета через применение ярких контрастов и оттенков. Живописец работает с разными мотивами. Это не просто выставка, это путеводитель в красивый и гармоничный мир вокруг нас. В его произведениях вы найдете отражение жизни в ее наивном великолепии. Автор мастерски владеет языком богатого колорита. Его картины представляют собой настоящий праздник цвета. Также в стенах музея распахнулся вернисаж казахстанского скульптора под названием «Геркендек». Для Даниэра Сарбасова это первая персональная выставка. Все 30 работ мастер создавал в период с 2013 по 2023 годы. Они отражают не только его мысли, но и многогранность палитры. Отмечу, что название выставки несет глубокий смысл и отражает важность творческой свободы автора. Лошадь, ставшая одной из любимых его тем, становится ключевым элементом работ. Так на вернисаже представлено одноименное произведение «Геркендек», где образ лошади и беркута соединились в единое целое паря в вольном полете. К слову, Даниэр посвятил свое внимание и изучению скифосакской культуре. Кроме того, среди работ имеются произведения на тему материнства. Здесь представлены все работы, которые я создал за 12 лет. Они выполнены в разной стилистике. К примеру, эту работу я делал на протяжении двух лет. Использовал материалы, как бронза, камень, гранит. Если вы посмотрите на нее, она отражает свободу. А что у нас у казахов олицетворяется со свободы? Это, конечно же, беркут, лошадь, орел. В Туркестане прошел показ сюжетно-документального фильма «По следам Ясави». Произведение было снято в рамках республиканского мероприятия «Наследие Ясави», посвященного 930-летию тюркского поэта. Отпечу, что в проекте принимали участие специалисты в области кино и анимации из Туркестана, Астаны и Алматы. Известные режиссеры, как Батырхан Дауринбеков, Жанимбек Уразали, Азамат Ярназаров и автор сценария-писатель-драматург Сая Касымбек также участвовали в создании фильма. Чтобы донести наследие мыслителя, был также снят анимационный фильм «Бала Ахмед» и серия анимационных роликов «Наследие Ясави». Напомню, что в прошлом году на национальном Курултае в Туркестане президент Касымжумар Тукаев поручил всесторонне пропагандировать наследие великого ученого. Это не только в Туркестане. В ближайшее время мы продолжим работу по популяризации наследия мыслителя в таких городах, как Кызаларда, Шымкент и Жамбылская область. Уже сейчас мы показываем эти фильмы и серию анимационных познавательных роликов во многих школах в городе. А мы переходим к главной теме. Коллектив известного московского шоу «Цирк на воде» приехал с гастролями в Алматы. Жителям и гостям города артисты представили программу «Аквамарин» – шоу трех стихий земли, воды и огня. Это фонтаны, дождь из-под купола, трюки воздушных гимнастов и дрессура экзотических животных. Все это происходит на единственном в мире манеже-трансформере. Чем же еще удивили артисты, подробнее расскажу в своем репортаже. Жонглирование – один из самых сложных жанров, рассказывает артистка циркового искусства Вероника Рассохина. Вместе с партнером Владиславом Билуэром она выступает в дуэте «Одно сердце». Номер готовили очень долго, репетировали шесть раз в неделю. Ты репетируешь минимум по четыре часа в день. У нас один выходной в неделю, все остальное время идет практика, постоянная, потому что это микроконтроль. Здесь нужно очень хорошо чувствовать и свое тело, и партнера. Выступление дуэта длится почти 20 минут. Парное жонглирование сопровождается акробатическими элементами и трюками. Зрители смотрят, затаив дыхание. А сами артисты испытывают не только волнение, но и адреналин. Эти эмоции очень сложно передать. Это и волнение, это восторг, внутренняя эйфория. Плюс мы еще рассказываем же историю, которая есть между нами. Также мы чувствуем эмоции друг друга. Это очень большой спектр, который одним словом не описать. По факту мы ради именно этих эмоций работаем, потому что это очень большой труд. И именно вот этот обмен энергии, который происходит с публикой, это лучшая награда, которая может быть. Какой цирк без главного его персонажа? Комический артист Дмитрий Шиндров свое мастерство на алматинском манеже демонстрирует уже в третий раз. Скажите, пожалуйста, чем вы собираетесь удивлять алматинских зрителей? Слушайте, ну у меня такая разнообразная программа будет. Даже есть интерактивчик у меня со зрителями, моя любимая реприза «Оркестр». Неравдоношные остаются абсолютно никто, все смеются. Поэтому будет весело, интересно, задорно, я вам гарантирую. А вот хотите поучаствовать в репризе? Сделайте так пальчик один. Все, ничего не делайте, на одном месте держите. Сейчас мы вам все сделаем. Более. Все, держите ровно. Оп! Пора. И у вас неплохо получается. Пожалуйста. Программа шоу очень насыщенная. Множество сложных технических номеров, таких как партерная рамка, двойная мачта и переходная лестница. На арену вместе с гостями из Москвы вышли артисты белорусского, государственного и алматинского цирков. Очень выступление понравилось. Всех понравилось выступление. Вот ради нее сюда прихожу. Мы вот только недавно были на московском цирке. Вот опять пришли. Скажи, пожалуйста, как тебе выступление артистов? Что тебе больше всего понравилось? Мне все понравилось. Желаю, чтобы у них хорошо все получалось. Обожаю их. Хочу как они стать. Алматы – это уже третий город в Казахстане, где выступают артисты цирка на воде. Гастроли продлятся до конца марта. Наргиза Ткижанова, Султан Бесикенов, 24КИЗ, Алматы. Таким был культурный обзор. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо. Спасибо, Наргиза. Спасибо за подробности. Ждем подробных новостей в следующих выпусках. А это были все новости к данному часу. В студии работали для вас Луна Рыбик Бусинова. И Арстан Балтин. Вам хорошего дня. Передаем слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин